Продолжим наш разговор. Интересный, наверное. Я думаю, для кого-то это будет интересно все-таки. Я тоже думаю, да. Мы так подошли потихоньку к тому, что произошло после того, как Советский Союз вывел свой контингент в ОСБИ. Мы подошли к моменту, когда Горбачев подписал предательское соглашение с американцами. В какую ситуацию, в какую обстановку попал Нажебулай и Республика Афганистан? Что там происходило? Служновато было, но ничего. Морал у нас очень сильный был. Воевали, защищали родину. Ну, то есть не было никаких оснований. Я, насколько слышал, что там, ну, слышал, читал у аналитиков, что там дело было просто в помощи топливом, вот что-то такое. Потому что Нажебулли надо было поддерживать связь между регионами. Да, это неважно. Вот не дали вовремя помощь топливом, буквально вот то, что поставлял Советский Союз с Афганистаном, бензин там, соляру, значит, и вот буквально вот эти вот вещи вот повлияли на это. Ну, это Роберт Раг, да, в то время. Ну, как вы считаете, это... Единственное, что когда войска, континенты, вывод войска использовали, вывод войска, все оружие оставили там, техники, все упорно, и этим использовались. Ну, понятно. Техника была, но если техники бензина нет, то это уже не техника. Ну, это да, это будет сложно. А оружия и вооружения хватало, все? Да, да. Войприпасов? Все, я сам лично, вот, батальон связи с Советской Армии, я все машины ради связи, ради санкции связи забрал к себе. 12-15 такие мощные ради санкции, все, передали нам это все. Ну, то есть это связисты, а боевые... Ну, все танцы, танцы, все оружие, все вооружие, свои участия передали. Авиация была? Да. В Мастыне, да? Да. Что там была? Сушки, Суд-24, да? Да, вот это, да, вот это авиация, вот это, как можно назвать, то есть Су-24. Су-24, да. Ну, скорее всего. Виталеты там и все-либо, все, ну, да. То есть были специалисты, конечно, они учились в Советском Союзе и принимали эту технику и замечательно, но выполняли боевые задачи, да? Все, все, по-моему. Ну, как мы понимаем, что авиация без топлива, это тоже уже практически. И вот благодаря вот этим вот соглашениям предательским, Ельцин, соответственно, тоже такой же предатель, как и Горбачев, он перенял эту эстафету. То есть вот Горбачев полностью прекратил все поставки, значит, по команде американцев. И в то же время американцы продолжали поставлять боевикам, исламистам все, что они хотели. Еще больше стали поставлять. Я хочу, опять повторяю, если вот не были вот вмешательства наши внутри партии, вот этот раздел против Наджибулы Салия, жизненное победение. То есть внутри партии Наджибулы произошел раскол, да? Опять Халь Капарчан? Нет, уже. Другое? Исламский набрал или нет? То есть политика примирения не нравилась, не нравилась никому. То есть он не нравился? А заранее уже они связались с Горбачевым и Хакматиаром. Это исламист. Исламист, да. Что мы с вами так общие. До этого еще был переворот, хотел вот этот, министр обороны, шах на Астанай. Он не победил, но он убежал в Афгастан. То есть произошли такие внутренние трения. А я вот еще такое слышал, что Наджибулы не шел на уступки национальным группировкам. То есть не хотел никаких национальных восстановий давать. Нет. Таджикам, ухдекам. Это не хотел. Не хотел, да? Может это была ошибка все-таки? Нет, правильно. А почему? Иначе бы вообще в Афгастан на две часы сейчас поделились и все. Они бы просто разделили? Разделили. И все, да. Это Пакистан хотели, чтобы так Афгастан еще раз поделиться. Вот поэтому Масуд и Дустом, они начали против Наджибулы свои действия, да? Они в этот день как раз мне звонили с управной связью. Наш начальник, генерал. Придет к вам Маджахедов. Маджахедов, я сейчас не помню, как назвали их. Оружие отдайте им и напишите. Источки, имя, фамилия, отчество открыли свои склады, отдали оружие. И мы пошли домой. Пешком уже в машине ничего не дали. И это же ночь началась. Что было сейчас? Как я живу остался до утра. Вот это был бы динокматеар, слабистый. Хотя Амача Масуд говорит, мы взяли власть в соль. Приезжайте все, которые показали власть. Кто президент был, давайте, в соль, не надо ничего. Все равно. Он хотел, он, перейти в Кавкак, а Масуд зашел. Ну, по-видимому, он действовал под влиянием, опять же, спецслужб, определенных западных спецслужб, которые пытались вот этими пакистанскими исламистами решить свои вопросы. Им не нужно было замирение в Афганистане. Мне интересно, вот сейчас Амад Карзай, президент настоящий, недавно выступил, выступление мне очень понравилось. Мне тоже понравилось. Мы приехали в район Пулычархи, это восток Кабула, со стороны Пакистана. Подъехали утром рано с временным президентом Маджадиди. Там намаз посчитали, что приехали с Кабула в войска нашей армии. Такие машины, такие офицеры в одежде, в форме, нас их встречали. Он говорит, вот сейчас, он говорит, я думал, кто прав здесь, на Жигула, а мы, как и не, с чем? Ну, то есть, сейчас признаюсь, что на Жигула был прав. Да, да, весь народ. И Карзай в последнее время говорит такие вещи, что Запад очень сильно засуетился и хотят его срочно-срочно убрать из власти и опять поставить свой пример. Не знаю, политики или как-то, он очень сильно против Америки. В последнее время? Да, и вообще не хочет встретиться с ней. Хотя, пришел он к власти, под влиянием американца, значит, пришел, ну, практически как марионетка. Но вот в процессе вот этих вот лет, когда американцы показали свою вот такую зверскую сущность по отношению к людям, значит, конечно, Карзай, как патриот своей страны, он не мог на такое ведеть. Совершенно сейчас говорит другие вещи, честно, правильно говорит. И Запад суетится уже сейчас, что его срочно надо менять, ему опять нужна своя марионетка, которая будет более подчиненная. И Карзай сейчас говорит, что на Жигула был прав. То есть, получается, что на Жигула противостоял вот таким сепаратистским устремлениям Дустума и Шаха Масуда. Значит, один хотел узбекскую автономию, значит, другой хотел таджикскую автономию, значит, плюс еще там выступали шииты. Ну да, у них план такой, что на Жигула убрать все. И все. На Жигула был против, и план, соответственно, созрел, чтобы его убрать. А на Жигула, вот, вперед за этим, как убрали его, он все выступлен, он сейчас в Ютубе, все везде есть, слышит народ. Он как будто знал, что будет. Он все понимал. Прямо все понимал. Так и получилось. Ну а что там было непонятного? Жигула был умный мужик и прекрасно понимал, какие силы идут за исламистами. Кому все это выгодно? Ну так и получилось. Америка нарушила все свои договора международные, по которым не должна была вмешиваться, которые подписывались еще с Советским Союзом. Они, конечно, наплевали на это все, Советского Союза нет. Придумали вот эти вот теракты свои в 2001 году и взяли Афганистан под полный контроль, поставили свои базы. А вот хотя вот, когда во время, когда Мужжахер вошли, уже 4 года, они власть держали, он же был в Кабуле, он спокойно был, его не трогал никто. Когда вот Талиб вошли, Мужжахеры ушли от власти, его попросили, поехали к нам, с нами поедали на Север, он не хотел, я был умный, спокойный, моя родина. Он даже, по-моему, королевского рода какого-то. Ну, нет, нет, нет. Но он... Не жилого был? Нет, но с королевского. Ну, что ты где-то, по-моему, читал? А и вот... Почему он вот не боялся оставаться, что типа меня не тронут, во-первых, я пушну, во-вторых, он был какого-то вот такого высокого рода, что уважение меня не тронут. Мужжахеры не трогали, вот, спокойно. Мужжахеры не трогали. А вот талибы вошли, говорю, в первую очередь, в Бакстан. В Бакстан, в первую очередь, переперекли, зашли на талибов. А скажите, может, кому-то будет интересно, а как вы считаете, чем отличаются мужжахеры от талибов? Мужжахеры от талибов почти одинаковые, но талиб слишком такие народы. По-русски говорится, это более отмороженное из-за миста. Да, 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 в общем, да, да. Неграмотность, все вот это, как и я считаю, не понимают ничего. Талибан, движение Талибан, оно такое было, как-то начиналось где-то в начале 90-х годов. По-моему, что-то там в названии их было что-то, какой-то студенты какие-то. Ну, перевод студенты, значит, студенты и религиозные, религиозные студенты. Религиозных учебных заведений. То есть это люди, которые, конкретно обучившись в религиозных учебных заведениях, взяли как бы под контроль определенную часть населения и внушали им вот эти вот религиозные, ортодоксальные мысли. Их натравливали, значит, тут простых людей заставляли перевести на полную такую ортодоксию, исламистскую. Наверное, сам в Америке их поставил, и потом в этот период, в этот период, в этот период телевизор нельзя смотреть. Не было ничего. Радио, ничего, музыка, свадьба, ничего. Женщинам никуда нельзя, телевизорам ничего нельзя, только на массу. Полное, значит, следование каноном, скажем. А после 11 сентября их убрали. За один день. Настоящий президент, президент Карзаев, поставлен. Президент Абонистан. А Карзаев, он выходец откуда? Он из Кандагара, по штурману, да. Тоже по штурману, да. Ну, как выяснилось с годами, Карзаев все-таки человек довольно порядочный, оказался. Мягкий человек был, политика. Его поставили как мягкого человека, но он оказался порядочным и начал говорить такие вещи, которые идут против политики Америки. Вот сейчас Америка уже год старается договор заключить с Карзеем. Карза против. Против. То есть он уже конкретно стал против. Войска сразу стали. Правильно и делает. Путин против пошел, Кандагар Путин пошел. Да, вот сейчас выборка. Почему нет? Но президент будет, пускай он подпишет, а не будет. Потом народ как будет отвечать за это все. Правильно, правильно. А эти народ хотят, потому что без помощи Америки говорят, что будем делать. Вот смотрите, Сидик, сейчас вот в мире что происходит? Все глаза, наверное, всего мира устремлены вообще-то на Путина. Да. То, что он конкретно поставил себя против вот этого глобалистского устремления американцев подчинить весь мир. Дошел до определенного уровня подчинения американцам, с одной стороны, но потом развернул политику России, в какой-то момент подготовив, видимо, какие-то условия, развернул против вот этих вот глобальных интересов. И смотрите, и Корзай идет против этих глобальных интересов. Я про что, есть перспектива, опять же, сближения наших народов, но мешает база американская. Ну да, это сейчас... Это мощная сила. А вообще, как афганцы относятся к русским, к американцам? Ну, к русским, все уже знают, я сам лично 8-9 лет назад на 20 дней в Кабул полетел. Ну, все народ за то время, когда советские войска были там. То есть, несмотря на то, что воевали? Да, да, да. Я даже помню человека, который, мол, он тоже, ну, дальний родственник, он всегда против, как в русские сюда вошли, в наши. А сейчас говорят, где они? Америка, такие народы, так против они. Где шуравьи потерялись? Да, шуравьи. Ну, помогали очень сильно, по-моему, нет. То есть, сегодня афганцы, простое население, которые даже в свое время оказались втянутыми вот в эти вот боевые действия против советских войск, сегодня они реально оценивают, они смотрят, кто пришел к ним за место русские, и понимают, что Советский Союз и русские люди внесли в Афганистан, в принципе, дружбу, нормальную продукцию, помощь и нормальную дружбу. Америка чего помогает? Деньгами. Деньги берет. Печатает свои эти самые... Верхушка, здесь, в бедном-то не достать. А отсюда, в основном продукты, народ спокойный. Ну, Советский Союз и продукты им помогал, чтобы быть зерно, вина, вина, вина. Сахар, масло, вот эти все, основное, что можно. А сейчас там, хотя в те времена еще что-то выращивали, ведь и зерно выращивали в Афганистане, а сейчас, наверное, 80% всего производства, это только наркотики. А это даже больше, больше, потому что в Афганистане там работают. То есть, с американцем абсолютно все это плевать на все, будите вы там со школами, с врачами, это им ничего не надо, они выращивали этот мак, опиум, организовали преступные вот эти наркокартели и практически крышуют вот этот вот наркотический бизнес. Для Америки это несложно, чтобы убрать это все, что такое, провинции маленькие, там не оружие, ничего нет. А если, говорят, идут опять талибы, говорят, они опять уберут наркотики? Талиб, да, во время талибов ничего не было. Не было наркотики? И вот сейчас говорят, вот талибы бы вернулись. Нет, не хотят народа. Просто тогда закон был, да, взятки не было там, вот, народ успокоен насчет этого. А сейчас вот... Короче, афганцы успели наесться и вот этой ортодоксальной исламистской вещей, да? Они поняли, что это тоже, как бы, не нужно. Не нужно, да. Такое состояние сложно. А вот у нас в России очень многие хотят вот этого шариата, вот этого ортодоксальных вот этих вот халифата. Ну что, так называемые исламистки, лидеры и последователи их учений. Есть такое у нас в стране, да, вот Хезбут Тахре, алислам есть. Где-то, где, вот, ислам, да, там? Да, где есть исламские пояса, да это везде у нас. У нас везде живут мусульмане. Везде определенное количество мусульман в нашей стране живет. Но мусульмане у нас жили всегда. Да, да, да. Значит, и когда повеяло вот этими вот исламистскими течениями, которые приходили к нам вот из этих вот, из ближневосточных, скажем так, исламистских университетов, туда посылали своих людей, они там учились и приносили вот эти вот течения. И они, у них там это шариат, мы должны поставить все под власть шариата, там, и так далее. Это джихад, уже рассматривается ими не как борьба с грехом, а джихад это рассматривается как обязательно борьба против тех, кто против халифата. Да, да. И вот есть такое крупное направление, оно считается как близко к идеям братьев-мусульман, по-моему, вот это Хизбут Тахрила Алислами в Татарстане, в Ашкирии, в том числе в Крыму, у крымских татар. Там тоже, да. Там Украина же не запрещала, в России их запретили как террористическую организацию, Украина не запрещала. И сейчас в Крыму вот мы столкнулись с тем, что там надо как бы заниматься этими ребятами. А вот афганцы, прошедшие вот эти все войны жестокие, отстаивание своей независимости, они хлебнули вот этих вот талибов, как раз, ортодоксальных исламистов, и больше к ним не хотят. Не, не хотят, наверное. Ну и слава Богу, что хоть кто-то понял, что это такое. Сейчас много разговоров, что давайте-давайте всемирный халифат. Опять же, они попадают, они очень быстро попадают под влияние западных спецслужб, которыми великолепно руководить научились уже многие десятилетия. И, соответственно, против России складываются вот такой, умеют сложить вот такую силу, которая под лозунгами якобы ислама готова воевать за интересы Запада, скажем так. Да, в России, я думаю, не может так ничего-то. Ну, не надо сбрасывать со счетов их опасность. Даже в Новосибирске, вот, сколько, года три назад, по-моему, арестовали эту секту. Но она немного другого направления, секта, но в джуллах. Ну, тоже все это есть. Это, ну да, тоже исламистская секта. А они же, у них хоть направления, по идее, разные, вот идеологические, а кто там разбирается, когда они подтягивают вот этих вот простых людей, простых мусульман, забивают им голову всякой ерундой. И между собой это ваххабиты, хизбурта, ахиры. Все они становятся одним и тем же, и у них одно только на уме, что надо противодействовать этому государству, в котором мы живем. Ну, и они прекрасно снабжаются, в том числе и вот та секта нуджуллах, которую брали здесь в Новосибирске, у них великолепные счета в Америке. Там их лидер живет Гюлен, Гюлен, правильно, он давно живет в Америке и руководит вот этой сектой по всему миру. Технология, она простая, она везде, да. То есть афганский народ прошел такие вот огни и воды, он столкнулся с этими вещами, он столкнулся с влиянием Запада и устал от всего этого, и сейчас вспоминает русских, как своих друзей. Сейчас наши друзья-то ездят туда, кто служили там, русские, приезжают, обратно. Их там встречают. Их встречают, так хорошо, они просто с народами встречаются. То есть бывшие, скажем так, враги, которые встречались в бою, сегодня они встречают русских, шуравей, и говорят, вы нам были друзья. Оказывается, вот были мы друзья. В то время, в то время, даже в Кабуле, я с войсками там, просто на выходные дни по городу ходили на машине, пешком гуляли. А сейчас американцы на БТР, внутри, стоят тут с оружием. И не дай Бог, никто-то подойдет близко или там что-то вытащит из кармана. А вторую, простую ручку достанет, сразу в лоб. Не разговаривая. Да, страшно жить в таких условиях. Да, дай Бог, конечно, афганскому народу силу и мужество как-то преодолеть вот эту страшную колониальную зависимость. Не надо никогда терять надежду, потому что американцы сегодня в мире попадают в очень непростые условия. И у них очень все непросто. И все идет к тому, что эта глобальная империя зла, на самом деле, она скоро рухнет от своих вот этих вот хищнических, античеловеческих направлений, устремлений. Она высокая Америка, но Пакистан очень сильно мешает. Пакистан до сих пор мешает, да? Еще больше статистов. А там, в Пакистане, что? Там же... Пакистан, талибы, талибы все там. А талибы уже тут? Да, все там. У них свои талибы, пакистанские талибы и афганские талибы. Насколько я знаю, американцы постоянно их там долго. Да, да. То есть, получается, вот этот талибан ушел в Пакистан. Да, они оттуда пришли, опять туда ушли. И опять туда ушли. И там центр талибана. Там центр, да, у них талиб пакистанский талибан. Очень жесткий вот этот шариат. Да, очень жесткий. Они мешают чем Афганистану? Не дают мир. Достаточно им, соответственно. То есть, все-таки, исламисты продолжают поглядывать на Афганистан, как на... Почему Наджабула убрали? Помню, что один человек в Афганистане остался Наджабула. Его убрали, а остальные, это не можно говорить. Ну, значит, Наджабула был такой лидер, который... Да, он всегда ответил, всегда ответил. Мог удержать Афганистан. Мог удержать Афганистан в нормальных условиях. Да, единственное человек было. Ладно, очень все было интересно. Спасибо. Спасибо огромное. Я думаю, возможно, наша беседа кому-то что-то и пояснит. Почему бы нет? Я вот говорю, вот моя была, вот лично моя задача была в этой беседе все-таки показать и получить от вас подтверждение, как участника этих событий, что Советский Союз, советские солдаты, офицеры и те люди, которые дипломаты, военные, консулы, там все, кто был завязан в этой схватке, они достойно выполнят свою задачу. И те, кто поливает их грязью, это люди, которые конкретно ненавидят нашу страну, конкретно. Потому что афганцы это герои. Спасибо за... Я, афганцы, которые, коренные афганцы, и те, кто пришел с Россией, это все герои, достойные обожения. Спасибо большое.